Чё ты меня держишь? Ну ладно, преклонись, мать. Чё ты меня держишь? Заталкивай по полиции. Чё ты меня держишь? Заталкивай! Чё ты машина? Чё ты машина? Мне держишь и толкай. Вы остороняйтесь от управления, пока забил. Да я не еду никуда, ты чувак. Учините. Мы снова поймали потенциального убийца на дороге. Убери, я тебя вообще не имею права меня снимать. Ну чё, Антон? Вообще, отойди отсюда. Да не хочу, я тебя. Пошёл, отойди отсюда, блядь. Прекрати своих увлекательств. Вот так вот он не может, не может весьма. Почему не могу? Могу. Там Монотас вообще просто едет. Сейчас навстречу, может уехать. Его заносят ко встречке. Послушай, подожди, ты ручки не суй. Он сейчас проезжает поворот на Новоусмоль по М4. Движется прямо. В сторону Кавказа. Стигарет! Дай мне сигарету, кури. Люди спят. Дай мне сигарету. Не истеря, а то скотчем ещё рот заклеим. Дай мне сигарету, ты нарушаешь мои права. Я хочу посрать, поссать. Я не хочу это, я хочу свою. Он у него принцип. Соборзил вообще, пьяный ездит, потенциальный убийца, ещё тут права качает. Ты чё? Говорит, ты чё? Ты чё, у вас все, затки свою. Иди домой. Спи. Всё, не ругают. Я тебе чё сказал? Поехали в больницу! Скандалы, интриги, расследования, показать всё, что скрыто. Товарищ, который никогда не пил, не употреблял. Почему ноль, ах, не открывается дверь, да как же так? Скажите, пожалуйста, 0,740 или 0,730? Сколько в итоге? Поделитесь, поделитесь с вами впечатлениями. Это ваш первый раз был, надеюсь, последний. Не забывайте смотреть видео от начала до конца. Это очень важно для алгоритмов Ютуба, чтобы это видео распространялось максимально на больше круг людей, чтобы максимально большее количество людей посмотрело. сегодня у нас 4 ноября 2023 года, и мы снова поймали потенциального убийцу на дороге, а именно пьяного водителя, которого сейчас освидетельствуют здесь, в наркологическом диспансере. Дело было таким образом. Мы весь Воронеж проездили, не нашли ни одного пьяного водителя. Скорее всего, они хорошо прятались. Ну и, к счастью, их стало гораздо меньше. Потом мы решили проехаться в Новую Усмане. Едем мы в Новую Усмане, и на перекрёстке резко выруливает Рено Дастер. Причём настолько резко и дерзко, что даже притормозил перед нами, когда выехал. Мы уступили, как бы проехал. Мы решили припарковаться рядом с транспортным средством этого водителя, потенциального убийцы. И Вячеслав, наш активист, наблюдатель, общественник, проверил его состояние, подошёл с ним пообщаться. И он в состоянии неадекватнейшем просто. Ну и, соответственно, как только он поехал, мы за ним проследовали. Катались, конечно, мы за ним очень долго, но самое главное, сотрудники ДПС, именно 2-го батальона, не все-таки, не новоусманские сотрудники полиции, а 2-го батальона, остановили, задержали данного водителя по нашей ориентировке. Ну и как раз-таки признаки все налицо. Я же прослезился, но это ветром надуло. Все признаки объединения, конечно же, налицо. Вы сами их видите. На месте он отказался проходить освидетельствование. Конечно, это было очень все это эпично. С виду, казалось бы, какой-то такой спокойный человек, вроде бы, да, но пьяный, а проявил себя там очень крайне негативно. На месте данный водитель отказался от освидетельствования и потребовал пройти освидетельствование в министерском учреждении. Куда его привезли? На 121-ю стрелковую дивизию. В общем, на нем, конечно, очень много времени сейчас тратится, но, тем не менее, это его право. У нас два варианта. Либо он там его освидетельствует и будет состояние опьянения установлено. Нам интересен, конечно, результат. Либо он там откажется. В общем, его ждет. Либо 12.8 часть 1 управление состоянием опьянения, за что предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Либо 12.26 часть 1, то есть отказ от медицинского освидетельствования, что предусмотрено такой же наказание, 30 тысяч штраф и от полутора до двух лет лишения права управления. При любых обстоятельствах он принесет заслуженное наказание. Мы обращаемся ко всем автомобилистам. Прошу, пожалуйста, не употребляйте алкогольные напитки за рулем. Никогда не ездите в состоянии опьянения. Для этого есть такси. Вы можете, если выпили, поехать на такси спокойно. Потому что пьяный водитель – это потенциальный убийца за рулем. Бухой, бухой, бухой. Здравствуйте. У нас ориентировка на пьяного водителя. По многому пусть мы не сейчас двигаемся за пьяным водителем. Да, монотаж вообще просто едет. Сейчас навстречку может уехать. Его заносят ко встречке. Субтитры создавал DimaTorzok На М4 выезжаем уже, прям на М4. В сторону Воронежа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Он на М4 обратно разворачивается, скорее всего в сторону Новоусмани поедет. ДимаTorzok 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 Он сейчас проезжает поворот на Новоусмани по М4. Движется прямо в сторону Кавказа. Кавказа 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 Тяжелые Кавказа Кавказа Продолжение следует... 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 Продолжение следует...